Здравствуйте! Это Вести Кабардино-Балкария в студии Тахир Дадуев. И смотрите выпуски. Уже сейчас завершена почти половина работ. Общественный совет «Преминэнерго» заслужил отчет о подготовке к отопительному сезону. И к селу, и к городу в Прохладницком районе начато строительство коттеджного поселка. Среди потенциальных покупателей – молодежь. От четырех до пятидесятков человек. Это, к сожалению, то, что удалось извлечь. Из Кашхатау завершены раскопки братской могилы времен Великой Отечественной. В экспертизе пенсионной формулы должны участвовать не только представители профсоюзов, предприниматели Министерства и ведомства, но и все общество, считает член Президиума Генсовета Единой России Адальбиш Хагошев. Комментарии депутата Госдумы от КБР по итогам обсуждения внутрипартийных платформ по пенсионной реформе приводят сайт Единой России. «Надо использовать возможности государства для того, чтобы обеспечить пенсионерам будущее. Если молодой человек сам может обеспечить свою жизнь, то пенсионеру нужны гарантии от государства по обеспечению его старости», – отмечает Шхагошев. Депутат обозначил пять позиций, которые единороссы придерживаются в развитии пенсионной системы. В частности, партия выступает за сохранение в полном объеме пенсии работающим пенсионерам, причем с ежегодным перерасчетом. Стоимость коэффициента расчета пенсии единороссы предполагают регулировать законом, а не отдельными постановлениями правительства, а также сохранить стаж по выслуге лет для бюджетников и обеспечить поддержку семей с детьми. Сегодня в России вступил в силу запрет на поставку свинины, говядины и готовой мясной продукции с некоторых предприятий Литвы и Греции, сообщили в Россельхознадзоре. Причина в нарушении ветеринарных норм. С точки зрения торговли ничего страшного не произойдет, приводит слова представитель Национальной мясной ассоциации «Российская газета». Из Греции в страну мясо практически не поставляется. Литва продает России охлажденную говядину, но доля импорта невелика. Поставки из этой прибалтийской страны можно заменить белорусским или украинским товаром, говорят в ассоциации. Тем временем в Кабардино-Балкарии нет абсолютно никаких опасений в связи с введенным запретом, информирует Управление Россельхознадзора по КБР. Республика не получает мясную продукцию ни из Литвы, ни из Греции. Тем более, что охлажденное мясо не пользуется особой популярностью на Кавказе. Кабардино-Балкарии «На приобретение материально-технических ценностей для пополнения аварийного запаса, для устранения на случай аварийных ситуаций 5 миллионов 300 тысяч. По линии ООО «МРСК» 131 миллион 600 тысяч. По линии ООО «Кабаркарс» 79,968 миллионов рублей. И еще более 200 миллионов выделят местным администрациям населенных пунктов и предприятиям ЖКХ. В селе Прималкинском начато строительство нового жилого микрорайона. Вселиться в коттеджные дома жители Прохладинского района смогут уже в следующем году. Квартирный вопрос таким образом муниципалитете решают не впервые. За два прошедших года коттеджные поселки уже сданы в нескольких населенных пунктах. На очередной стройплощадке побывал наш специальный корреспондент Сафар Гиреев. «Скоро здесь, на этом пустыре, появится новый жилой микрорайон. И, как надеются Прималкинцы, он станет не просто украшением села. Современный коттеджный городок из 12 трехэтажек – это хороший шаг в решении жилищной проблемы прохладницев, особенно молодежи. А то, что стоимость 1 квадратного метра намного ниже рыночной, дает шанс купить квартиры очень многим». Коттеджный микрорайон построят на 8 гектарах. Сейчас идут подготовительные работы. Отключение к электросетям – обычно долгий процесс, делится руководитель строительной организации Заур Шамахов. А прохладнинские энергетики справились за три дня. Подобный инвестпроект подрядчики уже реализовали в Тереке. Современный городок органично вписался в облик райцентра. Хотя строили его тоже на пустыре. «Что там заброшено было, негде было отдыхать им. А тут и аллея красивая будет возле берега. А здесь строительство – городок озеленый такой, красивый, как на западе. Даже соседи радуются, что мы здесь это строительство ведем. Здесь водонапорная башня будет. С водой у них чуть-чуть проблемы сейчас. Когда мы эту водонапорную башню построим, у них эти проблемы решатся сразу». Также в планах – спортивные и детские площадки, новые автомобильные пешеходные мосты через Малку. Цена квадратного метра при реализации почти в два раза ниже средних по району. Жилье обещает продавать по программе ипотеки. Экологическая безопасность и близость к прохладному – факторы, стимулирующие спрос. «Хочется все-таки приобрести, рассмотреть вариант. Здесь вот сейчас ходили, смотрели. Смотрите, какой район. Все прекрасно. Здесь вот лесочек. Тут же свежо, красиво, простор, раздолье. Можно сказать, черта города, а деревня в черте города». Обустройство инженерной инфраструктуры микрорайона планируется включить в республиканскую адресно-инвестиционную программу. А ввести в эксплуатацию новые дома обещают к концу будущего года. На предприятиях республики будут внедрять новые энергосберегающие технологии. Договоренность достигнута в ходе встречи министра промышленности Романа Пономаренко и гендиректора компании «ДАК Кремний» Идриса Идрисова, сообщает сегодня пресс-служба главы правительства КБР. Речь идет об установке систем безопасности с автономным питанием от энергии солнца и беспроводной передачей видеосигнала. Инновационные идеи уже используются на объектах компании «Курорт Эльбрус». Система безопасности для маятниковой канатной дороги была изготовлена меньше, чем за три месяца. Она позволяет вести видеонаблюдение не только за опорами, но и внутри станции «Азал», «Кругозор», «Мир», а также на прилегающей к ним территории. Кроме того, есть возможность передавать голосовые сообщения на опору и транслировать музыку. А ночное освещение не только украшает склон горы, оно позволяет заблудившемуся туристу дать о себе знать. Нужно подойти к камере, и изображение появится на видеомониторе специалиста. Поисковый отряд завершил раскопки в Чирекском районе на месте захоронения красноармейцев, погибших в Великую Отечественную. В октябре 1942-го на подступах к Ашхатау шли ожесточенные бои. Здесь пали более 300 воинов 875-го полка 2-й стрелковой дивизии 37-й армии. До сих пор братская могила располагалась на левом берегу Чирека. На протяжении многих десятилетий песчаный обрыв осыпался в реку вместе с останками солдат. Этим летом работы по безрезохоронению были начаты по распоряжению главы КБР Арсена Конокова. Подробности в сюжете Натальи Юсуповой. Первый пласт земли подняли 2 июля. Работать поисковикам пришлось с тяжелым грунтом, состоящим из речного гравия. Все вручную. Технику при раскопках не использовали из-за риска повредить останки. Параллельно искали все, что помогло бы в идентификации. Патроны калибра 7,62 от автомата ППШ, разрушенный опознавательный жетон, бритвенный станок и алюминиевая ложка. Личных вещей минимум, поэтому ориентироваться будут на архивные списки Минобороны. В них сведения о 77 советских офицерах и 157 рядовых, погибших в октябре 1942-го в боях под Кашхатау. Правда, сейчас извлечь из земли успели от силы четверть останков. Все, что сохранилось. От 4 до 50 человек. Это то, что удалось? Это, к сожалению, то, что удалось извлечь, потому что первоначальный размер братской могилы составлял 6 метров, но мы работали только с двумя метрами. Все остальное, к сожалению, разрушила река. Раскопки завершили оперативно за 10 дней. До перезахоронения пластиковые мешки с останками будут храниться на складе. Местные власти говорят, затягивать с церемонии нет смысла. Все разрешения и согласования уже получены. Следующий этап – это 24 июля. Торжественно, как положено, с почестями, с воинскими, уже военком республики. Он тоже приезжал, смотрел, переговорил с пограничниками и с другими частями. Будет караул почетный. Ну, как положено, будем хранить. По плану, разработанному специальной правительственной комиссией, в ближайшее время будет объявлен конкурс на лучший проект мемориального комплекса. Муниципалитет готов выделить столько земли, сколько потребуется. Пока же на место нового захоронения перенесут прежний постамент. Мемориал появится здесь, на въезде в Кашхатау. Участок, отведенный под его строительство, находится недалеко от прежней братской могилы. Всего в какой-то сотне метров. В поселковой администрации заверили, что этот участок стабилен. Открытие памятного мемориала будет приурочено к 70-летию Великой Победы. Наталья Юсупова, Атмир Сабанчиев, Вести, Кабардино-Балкария. И последнее. Спустить с Безенгийской стены тело альпиниста из Мурманска спасательно мешает плохая погода. Информация о том, что при восхождении на гору Миссис Тау сорвался и погиб участник тургруппы, в МЧС поступила накануне. На поиски вышли две группы спасателей – Эльбрусского отряда и из альплагеря Безенги. Вертолет МЧС вылетел из Пятигорска. Тело альпиниста находится на высоте 4000 метров на уступе отвесной скалы. С вопросом, как идет операция, мы обратились к начальнику эльбрусского спасотряда МЧС России Борису Тилову. И вот, что он нам рассказал. Спасатели находятся на высоте там, где находится пострадавший, но подойти возможности нет к пострадавшему, потому что там маршруты 4-5 категории сложности на подходе, опасно по погодным условиям. Там стена, скальная, сверху камни летят, лед летит, снег летит, все что угодно. Поэтому сегодня идет мониторинг всего этого состояния маршрута. Слеживается время, через которое можно ждать камнепада, ледопада. Поэтому пока точно сказать нельзя, когда будут закончены работы. Далее о погоде на завтра расскажет Зухраб Шихачева. Мы же увидимся уже в 19.40. До встречи. Добро пожаловать в СПА «Отель Синдика». Современное оборудование и эффективное лечение. Функциональные исследования, консультации кардиолога, ЭКГ. Прием ведут врачи высшей категории. Будьте здоровы, будьте счастливы. СПА «Отель Синдика», улица Пирогова, 8. Добрый вечер. Как ожидают специалисты Росгидромедцентра, середина июля будет умеренно теплой, вплоть до выходных в нашем регионе дождей. Ветер умеренный, атмосферное давление в норме. Небольшие облака и дождь в Сольском районе, плюс 29. При переменной облачности у подножия Альбруса днем воздух прогресса до 15 градусов, а ночью будет всего плюс 3 грозовые дожди. Прохлада сохранится и в Тарнаузе, плюс 15-18. Значительно выше температура в Баксане, Чигиме, Норткале. 28-30, дождь возможен. Схожая погода на большей части прохладницкого, Майского, Тирского и Лискенского районов. Там солнце и незначительные осадки, однако по прогнозам столбик термометра поднимется до плюс 30. Днем в Кашхатал-Дождь местами гроза и чуть выше плюс 25. Слабый восточный ветер принесет кратковременные осадки и в Нальчик, а температура будет около 29 градусов. Таков прогноз на вторник. Всего доброго. Субтитры предоставил DimaTorzok